И вот оно наконец-таки случилось. Я всегда хотел вам показать цирк. Потому что я в детстве мечтал быть клоуном. Я не знаю, кто как не мечтал быть клоуном, я мечтал. В принципе, я и занимаюсь клоунадой. Ну, умной клоунадой. И сегодня, сейчас я вам покажу то место, про которое ваш ребенок скажет. Да я хочу сюда прийти, потому что ваш ребенок хочет увидеть замечательных животных рядышком. Он их просто будет видеть своими руками и глазами. Это вам даже не контактный зоопарк. Нет. Здесь животные, в том числе и медведи, они прямо недалеко от вас проходят. А если мы будем говорить про первые ряды, к слову, я бы вам все-таки рекомендовал первые ряды. Я бы вам рекомендовал первые ряды, потому что ребенок находится рядышком с ними. Он видит животных. И не только животных. Это вообще интересно, красиво и замечательно. К слову о том, что это выступление начнется 22 июля в 13 часов. Обязательно придите. Придите обязательно. Чем нас Магнитогорский цирк встречает с 22 июля? Это цирковое шоу эпохи. Это эпохи жизни нашей страны в последние 100 лет. Хорошие эпохи становления мировой державы, с которой считаются все. И чем мы их встречаем? Нашим цирком. Надо сказать, что цирк – это визитная часть нашего города. Она должна быть в идеале. И она стремится к этому. Чистота, безопасность, сытость. И смена идет. Вы были везде и всюду. Чем вам Магнитогорский цирк интересен? Интересен тем, что начал он преображаться. В первую очередь. То есть, даже год назад состояние цирка немножко было не очень. Можно сказать. Сейчас все преображается, меняется полностью зал. Новые сидения будут в зале в Магнитогорском цирке. Помещения чистенькие, все повелено. Гримерки очень изменились, потому что, когда я была год назад, было состояние не очень хорошее. Сейчас все очень преобразилось. Здесь тоже все чистенько, уютненько, удобно. Конечно, для выступления собачки должны быть в идеале. Естественно, мойка. Естественно, качество. И они вас радуют. И это случится 22 июля в час дня. Кроме этого, нас ждут то, что в символе нашего края, на нашем щите. А это гордые верблюды. Они настолько красивы и благородны и умны, что вы понимаете, идеал в выступлениях. А он безупречен. То есть приехал к нам абсолютно дикий. Сейчас его можно погладить. Он уже почти всю работу делает. Талант. Талант. Настоящий талант. Очень талантливый. Я им горжусь. Слышал, да? Джеки. Еще недавно так было, лет так 35 назад, но лошади нам помогали в городе. Вам помогут они насладиться эпохами циркового шоу. Наши лошади на самом деле любят работать, потому что они получают за это морковку. И в процессе, когда мы их репетировали, они все время получали морковку. Поэтому они очень любят репетировать. И если кто-то был бы на репетиции, он бы это прекрасно понял. Лошади у нас белорусской упряжной породы. Из Белоруссии. Родственники. Работают в этом городе в жанре жокеев. Акробатика на лошадях. Работать будет вот этот вот парень. Зовут его по кличке Найлис. Он не так давно работает. Это его... Меч года, в общем, работает пока. Но все равно нравится, да? Конечно, нравится. Это ему нравится? Ему нравится, мне не нравится. Я уже на пенсию хочу. А ему нравится. Ему обоим работать нравится. Потому что работаешь, получаешь много вкусняшек. У нас, когда мы выходим после работы, у нас где-то тут тазик стоит. Он полный морковки, сухарики, яблоки. И первым делом его к этому тазику. Просто у меня возникает вопрос. Все же думают, что животные в цирке это какие-то проблемные животные. Я не вижу здесь проблемных животных как и таковых. Проблемные животные, не знаю. У вас нет таких. Я вообще не знаю. Это, наверное, мысли. Мысли только. Выдумки. Выдумки, правильно. Конечно, какие проблемы. Лошадь любит работать, мы любим работать. Все получают удовольствие. Я люблю прыгать. Он любит, когда я на него прыгаю. Я люблю прыгать, получаю удовольствие. Он получит свою морковку, у него еще больше удовольствия. Все рады, все счастливы. И, конечно, медведи. Медведь – это символ России. То, что они умеют делать, вы увидите в эпохах. Как и уникальность этого циркового шоу. А это акробатика с подкидными досками. А теперь вопрос стоит. И однозначно. Чтобы вы видели результат. Честно, честно, честно. На примере сына, а это не один день он работает. И я знаю, что дрессура и акробатика – это серьезный вариант творчества. Потому как цирк – это уникальность России как таковой. Мы любить должны и давать эмоциями впечатление. Это все-таки сложно, да, быть руководителем предприятия. Потому что вы же должны посмотреть, внимательно оценить работу. Правильно? Правильно. Оценить каждого партнера в отдельности и на что он способен. И использовать его максимально, его возможности. Дать ему возможность развиваться. Не просто взять его и сказать, знаешь что, ты будешь вот здесь стоять, на этом месте. Или там пассировать, что такое это, страховать партнера. Нет, он должен быть использован максимально. И я набираю таких партнеров, которые абсолютно бесстрашны. Если артист бесстрашен, то с ним можно делать любые трюки. Он все равно сделает. А если человек боится, сколько бы ты ни занимался с ним, сколько бы ты его ни готовил, ничего не получится. Поэтому я набираю только бесстрашных ребят. И кто придет на представление, посмотрит, увидит, что такое бесстрашие, оно знаете от чего зависит? От уверенности в себе. Вот если ты уверен в себе, ты обязательно сделаешь то, что от тебя требуется. Ну вот, собственно, вот такой жанр акробатика. Цирковая акробатика с подкидными досками. Итак, мы вас ждем. Вы должны это увидеть. Дети могут оценить и дрессуру, и акробатику. Цирковое шоу эпохи работает для вас с 22 июля. Обязательно сходите. И мне это тоже нравится, когда животные, они прям готовы работать с вами. Они прям готовы. Все готовы. И медведи, и верблюзов, и лошади, и пуделя. А какие интересные-интересные. Они всегда готовы работать. Для них это удовольствие. Удовольствие, потому что они знают, что Магнитогорск любит цирк. Магнитогорск еще первый цирк построил, тогда, когда ничего не существовало. Поэтому это будет не первый вариант работы, естественно. Потому что меня это радует, что жизнь продолжается. Жизнь продолжается. И даже невзирая на то, что некоторые проблемки у нас присутствуют. И мы вам говорим, если вы придете в Магнитогорский цирк, во-первых, это и вам хорошо, а дети-то как скажут, огромное спасибо. Но, в принципе, вы просто придите. Потратьте эти самые небольшие денежки, что, в принципе, по сути событий, даже в долларах это копейки. И вы получите идеал. Идеал. Идеал красивый. Обратите внимание, как собаки лезли в нашу камеру, как верблюды к вам обращались. Это же красиво. Это красиво. Мы еще вам поговорим и покажем, что здесь очень хорошие медведи. А медведи красивые, поверьте мне.